Здравствуйте, дорогие коллеги! Здравствуйте, Татьяна! Я с Татьяной не поздоровалась. Большое спасибо за анонс курсов, во-первых, потому что это актуально и для меня. Я собираюсь записаться как раз на курс, связанный с народами России, потому что это актуально не только для преподавателей, живущих в России, но и для преподавателей русского языка, как иностранного, в частности, для преподавателей, которые работают с билингами. Итак, к сегодняшней теме я сегодня расскажу об использовании новых технологий для повышения мотивации к чтению у подростков. Меня зовут Юлия Амлинская, впрочем, меня уже представили. Я преподаватель русского языка, как иностранного, для взрослых. Я также работаю с детьми и подростками билингами, о чем я сегодня немножко расскажу. У меня есть своя школа для детей билингов, то есть детей, которые владеют одинаково хорошо двумя языками. Ну и еще есть, соответственно, эта школа тоже для многоязычных детей, которые одинаково хорошо владеют несколькими языками. Школа называется «Русский фикеткидс». Я также являюсь администратором и основателем крупнейшего сообщества для преподавателей русского языка, как иностранного, который называется «Преподаватель РКИ русского языка, как иностранного». Это Facebook сообщество. Я вас всех приглашаю в это сообщество, потому что на самом деле, хотя оно так называется, оно предназначено для всех преподавателей абсолютно. Там есть очень много творческих идей, связанных с занятиями, очень много тем и дискуссий, связанных с новыми технологиями, с приемами, которые пригодятся также учителям, школьным учителям, учителям, которые работают частным образом, и преподавателям, которые ведут, например, секции и кружки. Поэтому всех приглашаю в нашу группу. Мы очень гостеприимны, нас уже 28 тысяч человек, и у нас есть представители 85 стран мира. Как я уже сказала, сегодня я буду рассказывать об использовании новых технологий для повышения мотивации к чтению у подростков. Я учла вопросы, которые у вас появились еще до начала сегодняшней презентации, и я на них буду отвечать в течение сегодняшней презентации. Они у меня открыты, и я постараюсь ответить на все. Если появятся еще вопросы, я буду смотреть на чат и смотреть на раздел «Вопросы и ответы». Поэтому я не пропущу, постараюсь во всем случае не пропустить ни одного вопроса. Итак, если мы говорим о чтении подростков, какие общие вопросы у нас возникают? Какие вопросы возникают у нас в голове, и какие темы у нас в голове возникают? Конечно, подростковые, понятно, что у подростков происходит личностный кризис. Сейчас он начинается даже раньше, может быть, даже у 11-летних детей. И поэтому основной момент для всех абсолютно уроков, неважно, это офлайн-уроки, онлайн-уроки, уроки с использованием новых технологий или без использования, это интерес к личности подростка со стороны преподавателя. А у подростка хорошо бы, если есть интерес к личности преподавателя, соответственно. И здесь мы должны постараться создать приятную психологическую атмосферу на занятии. Причем, конечно, если мы ведем речь об онлайн-уроках, то это сделать труднее, особенно если вы не знали ваших учеников, то этого. Поэтому это более энергозатратно, и вам требуются большие усилия. И здесь вам как раз помогут новые технологии в восстановлении связи, более тесной связи с учениками. Естественно, атмосфера на уроке предполагает психологический комфорт между учениками и преподавателями, естественно, и между самими учениками, чтобы у них между собой был контакт, чтобы они ладили хорошо. Для этого также необходимо понимать, преподаватель должен понимать проблемы подросткового возраста. Вот этот личностный кризис, кризис отношений, не только связанных с любовными какими-то отношениями, но также отношениями с другими сверстниками, с более взрослыми людьми, с детьми и так далее. И эта тема отношений и самоопределения, она, безусловно, переносится и на литературу. Поэтому, как мы знаем, подростков в классической литературе, в современной литературе обычно прежде всего интересуют эти темы. Это тема самоопределения, тема человеческого характера, какие персонажи, какие мы, какие персонажи, и тема, естественно, уже любовных отношений. Это нужно понимать, что литературные персонажи – это тоже люди, и необходимо их показывать с этой стороны. И не просто абстракции, а люди. И подростков обычно отвлекает, так сказать, от изучения классической литературы незнакомая лексика. И мы знаем, что сейчас незнакомой лексикой больше, чем раньше. Лексический запас не очень большой, к сожалению, у подростков. И поэтому с незнакомой лексикой можно работать по-разному. Я расскажу об этом сегодня в рамках вебинара. Также подросткам нужен творческий элемент, потому что они находятся в постоянном творческом тоже поиске. Они ищут себя. И многие любят рисовать, они любят лепить, и, возможно, создавать комиксы и так далее. Этим можно воспользоваться. То есть здесь мы должны обратить внимание на метапредметность в отношении тоже новых технологий. Не только читать литературные тексты, не только их анализировать и дискуссии организовывать, но можем сюда же подключить естественный элемент рисования. Я тут вижу, что звук прерывается. Если нужно будет отключить камеру, я с удовольствием это сделаю, и тогда будет слышно лучше, но мне не видно. И потом, если что, я подключусь опять. Мне просто нужно будет сейчас следить за чатом. И хорошо, здесь мне пишут все отлично. Я просто очень волнуюсь по этому поводу. Сейчас мне пишутся нестабильно. Хорошо. Я уже говорила о метапредметности, потому что у нас не существует только литературного текста. Вокруг литературного текста создается некое поле. Это историческая эпоха, естественно, это и биография писателей. И всем этим можно воспользоваться, опять же, с точки зрения новых технологий. У кого-то вообще ни звука, ни видео. Понятно. Я что-то на это отвлекаюсь, но я просто очень по этому поводу волнуюсь. Видимо, это не у меня. Хорошо. И чтение может быть, безусловно, экстенсивным. То есть, я называю это чтение плюс. Не только чтение, но и создание чего-то на основе чтения. Например, ментальных карт, о чём я сегодня поговорю. Инфографики. Например, просмотр, естественно, фильмов и мультфильмов, связанных с темой произведения или биографиями писателей, художников и так далее, по тематике вообще. Сегодня я также расскажу о том, это немножко не в тему, это не новые технологии, это социальные сети. Но сейчас появилось очень много телеграм-каналов, связанных с литературой. Я отдам вам сегодня ссылку на телеграм-каналы, которые связаны с классической и современной литературой. Таким образом, мы и с помощью новых технологий, и с помощью социальных сетей мы создаём некое пространство, которое будет присутствовать не только на самих уроках, но и всегда в жизни подростка. Это очень важно, потому что основная проблема, которую я вижу в мотивации к чтению у детей, у подростков, это разрыв между литературой и жизнью. И этого разрыва в идеале не должно быть. То есть задача учителя связать жизни литературы. Чтобы это сделать, я уже сказала об экстенсивном чтении, о социальных сетях, нужно расширить пространство литературное и сделать так, чтобы наши дети, наши ученики что-то каждый день читали, выполняли какие-то мини-задания, связанные с литературой. И выполняли творческие задания, связанные с написанием сочинений, эссе или другие. Проектную деятельность тоже занимались, проектной деятельностью, в том числе и в группах в онлайн-формате, вне занятий. Ещё необходимо понимать, что подросткам в связи с этим выбором, с этим кризисом личностным, им важно понять, как они сами занимаются, как они учатся, какая у них траектория. И, соответственно, у каждого человека, у каждого подростка, ребёнка выбор образовательной траектории будет разным. Очень важно осознавать самому человеку, как он учится. И об этом всё больше и больше стали говорить, в том числе и преподаватели русского языка и литературы. Буквально вчера я читала статью о преподавателе литературы из московской школы, по-моему, 1561. Его зовут Валерий Пазынин, который как раз говорит о том, что он предоставил своему ученикам, подросткам, ученикам русского языка и литературы возможность выбора образовательной траектории. То есть это не значит свободное такое плавание, выбор, делай, что хочешь. Это значит, что они осознают, что они проходят, и они ставят себе цель, и вместе потом идут к этой цели. И это контролируется преподавателем, безусловно. Ну и соревновательный дух, который присутствует у подростков, как мы знаем, очень явно, сильно, тоже можно использовать, создавая, например, командные игры в интернете. Ещё в связи с новыми технологиями в обучении литературе, именно я бы хотела порекомендовать замечательную статью, которая относительно недавно вышла. Я здесь вам ссылку дала, но потом, если вы скачаете презентацию, просто кликните и откройте. Это статья Архангельского и Новиковой, которая называется «Трансмедийный поворот» «В стратегиях обучения и нарративные практики на уроках литературы». Замечательная совершенно статья, в которой рассказывается, как именно с точки зрения авторов необходимо преподавать литературу в современной школе. Ну и, конечно, мы должны понимать, что это уже в следующем слайде, что наши дети, наши ученики используют новые технологии без проблем. То есть, если им дать какой-то новый ресурс, связанный, неважно, мы сегодня будем обсуждать с блоками слов, с инфографикой, с, например, лентами времени, то они очень быстро его освоят. И другое дело, что, возможно, мы не так быстро его освоим, и тут начинаются некие проблемы. И я уже перехожу к следующему слайду, который называется «Нужно ли использовать вообще новые технологии?» У меня было много вопросов перед презентацией сегодняшней, именно связанной с этой темой. Новые или новые технологии на самом деле? Такая тема. Конечно, новые технологии не новые, они все основаны на том, что уже есть, на том, что мы уже выполняли раньше от руки. И теперь это просто можно сделать в интерактивном формате и добавить некоторые функции. Поэтому новые технологии совсем не новые. Более того, я об этом дальше скажу, перенасыщение новыми технологиями уроков негативно сказывается на атмосфере в классе и на отношениях преподавателя и учеников. Вопрос, он всегда встает, нужно ли использовать новые технологии на урок. Это зависит от возраста учащихся, потому что, если это дети маленькие, ведем речь о подростках, но были вопросы у меня о детях. Если дети маленькие, то это не всегда эффективно, потому что им сложно разобраться в новых технологиях и понять, куда идти. И даже родители им не всегда могут помочь. Компьютерная грамотность это важный фактор. и у подростков тоже бывает очень разный уровень компьютерной грамотности. Это зависит от уровня компьютерной грамотности родителей, от доступа к компьютеру или планшету и так далее. Поэтому здесь может быть ситуация очень разная. И именно это является критерием, одним из критериев выбора новых технологий для занятий. Большой плюс ИКТ, информационно-коммуникационных технологий на занятиях, заключается в том, что материалы современные и занятия у нас тоже получаются такими современными, актуальными. Так, кто-то говорит, что нечитаемый слайд. У меня видно слайд хорошо. Не знаю, всем другим видно ли слайд. Пожалуйста, напишите в чате. Я тоже по этому поводу начинаю беспокоиться. Спасибо. Так, ну, конечно, интересы подростков и их индивидуальные особенности тоже нужно учитывать, особенно если речь идет о частных занятиях, потому что если у нас большой класс, естественно, интересы каждого учесть невозможно. Тем не менее, необходимо избегать перенасыщенности уроков новыми технологиями, потому что когда у нас на каждом уроке идет либо какое-то новое задание, связанное с ИКТ, с информационно-коммуникационными технологиями, с ресурсами ИКТ, от этого устает преподаватель, от этого устают ученики, и они просто не успевают освоить этот элемент новых технологий. У них сначала там лента времени, а на следующем уроке у них уже там интерактивные упражнения квесты. Это утомляет. Потом, безусловно, когда мы постоянно, постоянно используем новые технологии, неважно, онлайн или оффлайн, мы ставим некий барьер между нами и учениками, потому что такое ощущение создается, что мы сами говорить не хотим с ними, диалог никакой не хотим с ними организовывать, дискутировать не хотим, не хотим, чтобы они общались между собой, а просто сделали упражнение, связанное с ИКТ, и им даем. И они подумают, вот учитель странный, может, он необщительный, может, ему не хочется обсуждать прочитанное и так далее. Это не очень хорошо, это даже очень-очень-очень плохо, тем более возраст такой, что обсуждать нужно. И большой плюс в использовании новых технологий заключается в том, что мы можем визуализировать прочитанное, то есть создать схемы на основе прочитанного и добавить иллюстрации к прочитанному, потому что, как мы знаем, в классических, в книгах, связанных с классической литературой, если это не книги для детей, очень мало иллюстраций и, вероятно, их не хватает. Я недавно, вот вчера, буквально тоже, вчера я нашла вот эту статью, связанную с учителем литературы, которая говорит об образовательной траектории своих учеников. И вчера же я увидела совершенно замечательную цитату Андрея Началовского, которая говорит, что глупо, чтобы мы по всем вопросам привыкли консультироваться с интернетом и совсем не пользуемся нашей памятью. Чем меньше тренируешь память, тем меньше ассоциаций в голове. Он говорит о кино, а мы говорим о литературе, но, в принципе, это применимо к литературе. Кино – искусство, основанное на художественной ассоциации, поэтому самое важное в картине – это не количество действующих лиц, не спецэффекты, которые можно сравнить с новыми технологиями, а интенсивный взгляд на суть человеческих отношений. То есть мы не можем, безусловно, отградиться новыми технологиями от наших учеников и просто давать упражнения и упражнения за упражнениями. Понимания литературы от этого не будет. Самый дорогой спецэффект – это человеческое лицо. И он пишет, что он совершенно согласен с Фиддрихом Энгельсом, который считал, что человек – есть мера всех вещей. В литературе тоже человек – мера всех вещей. Это очень важно помнить и не злоупотреблять новыми технологиями. Теперь непосредственно переходим к типам новых технологий и к их применению на занятиях литературы, на уроках литературы, в том числе и в библиотеках. У меня много было вопросов связанных с библиотеками. Я знаю, что сейчас библиотеки в России очень активны, и в них проводится очень много кружков интересных, лекций. Все применимо к ним тоже, безусловно. Облакослов. Во-первых, что это такое? Это вы можете видеть здесь на примере картинки, которая у меня есть на слайде. Здесь у нас есть стихотворение, которое засекречено, вскрыто в форме ласточки. И вот у нас есть слова, которые переданы разными шрифтами, разными цветами в форме, как я уже сказала, птиц. Вот это облако слов. Мы можем создать облако слов в сервисе, на ресурсе, который называется WorldArt. Это самый простой ресурс для создания облаков слов. Причем совсем простой. У нас есть слева список функций, которые заключаются в том, что есть разные шрифты, разные цвета, есть разные формы для того, чтобы создавать облака слов, размер и так далее. И справа у нас это все отображается, как будет выглядеть. Нужно понимать, что все шрифты в этой программе в сервисе в сервисе. отчаиваться нужно просто найти шрифт, чтобы поддержать. Я не помню, их название, несколько их, но они есть. Потом типа или формат инфрации и можно это демонстрировать на офлайн или офлайн. Конечно, тоже могут создавать свои такие вот облака. Чем это нужно? используют значения определенных слов. То есть сейчас в современном языке у нас одно значение используется, а раньше это совсем другое значение имело. И много архаизмов. Я зависла. скажет, я могу сказать. Вот, я рассказывала про архаизму, если вы помните. Также облака слов могут служить для повторения прочитанного. текста. То есть мы с вами читаем текст и мы вставляем в облако слов ключевые слова. И мы можем организовывать таким образом пересказ текста и обсуждение текста. И ученикам будет более понятно, что они могут обсудить. Также можно не только ключевые слова текста таким образом вычленять, но и идеи текста. И на основе этих идей, мыслей, которые у студентов возникли, они могут сами создавать облака слов на этой основе. Потом можно вести обсуждение. Можно и письменные работы таким образом организовывать. Причем письменные работы, я об этом дальше немножко скажу, можно даже сейчас уже сказать, это не обязательно сочинение сэй, именно индивидуальные. Письменные работы могут быть совместные. То есть ученики могут писать сочинения вместе на специальных ресурсах, там у меня будет перечисление, например, Storybird или Inkelwriter. Есть возможность писать совместные истории, это очень интересно, и здесь мы как раз говорим о создании такого учебного пространства вне занятий. Помимо всего прочего, облака слов создают хорошую мотивацию для работы в группе. Здесь присутствует творческий элемент, потому что они могут создавать облака слов на основе своих мыслей, своих идей. Давайте попробуем, я вновь обновила страницу, я обновила страницу, посмотрим, что будет дальше. Кому-то хорошо слышно, у кого-то нет звука. Ну и хороший прием для оживления занятий. То есть, например, когда мы еще текст не читали, особенно если это короткий рассказ, который мы можем прочитать на занятии, то можно таким образом работать перед прочтением текста, мы можем давать ключевые слова текста или мысли текста, идеи, и студенты могут делать предположения о том, о чем пойдет речь в тексте. Итак, облака слов и word art. Если мы говорим об интерактивных упражнениях, то тут есть много разных вариантов. Я уже говорила об экстенсивном чтении, то есть у нас чтение плюс не только чтение, но и просмотр документальных фильмов, мультфильмов, фильмов, и можно работать с программой, которая называется AdPuzzle. Это самая распространенная программа, которая использует учителя во всем мире для того, чтобы создавать упражнения на основе видео. Если мы работаем с языком, с русским языком, то понятно, что я работаю в основном с русским языком, как иностранным, и здесь понятно, что часто делаются пропуски просто в субтитрах, и студенты должны эти пропуски заполнять. Если мы работаем с литературой, это совсем другая тема, и здесь скорее всего будут открытые вопросы по видео, которые просмотрели ученики, либо вопросы, связанные с прочитанным и увиденным одновременно, в том числе и вопросы, связанные с анализом. Мы также можем говорить об интерактивных упражнениях, которые мы можем создавать на основе текстов. Основные ресурсы по созданию интерактивных упражнений сейчас уже это WorldWall, Kahoot и Interact.me и другие. Сейчас может быть, не знаю, слышно меня хорошо, мне написано, что нестабильное интернет-соединение. Не знаю, что происходит. Хорошо, слышно, ладно. Я знаю, что многие преподаватели пользуются сервисом, который называется Learning Apps, но сервис Learning Apps постепенно устаревает, потому что устаревает его дизайн, хотя он удобен в использовании. И сейчас идет уже переход на WorldWall, на Kahoot, и на другие ресурсы, в которых присутствует более современный дизайн. Чем интересны интерактивные упражнения? Можно создавать тесты по разной тематике с мгновенным результатом, то есть ученик получает сразу свой результат. Помимо всего прочего, интересно делать так, чтобы одна группа учеников в классе делала упражнения для другой группы учеников в классе. по прочитанному. И таким образом, у них нет возможности не прочитать текст, потому что они не смогут создать по нему упражнения. И нужно иметь в виду, что здесь у них соревновательный дух просыпается, потому что они создают упражнения друг для друга. И некоторые создают даже взрослые, не только подростки, очень каверзные, сложные упражнения специально, чтобы завалить другую группу, которая принимает участие в этом конкурсе. Поэтому интересно, когда это идет не только от учителя, но и от учеников. То же самое можно сделать и с видео. Интересно также интерактивные рабочие листы. Вайзер – это скорее интерактивные рабочие упражнения. Это очень простой сервис с набором шаблонов для того, чтобы создавать разные упражнения в виде тестов, например, сортировать разные элементы. Можно, например, создавать упражнения на основе того, что было в тексте, а чего в тексте не было, или какие идеи были у автора и так далее. И ресурс замечательный, который называется Teacher Made. Очень интересный ресурс, потому что он позволяет загрузить в эту программу любой лист, любую страницу учебника в формате PDF и потом эту страницу превратить в интерактивную страницу. То есть у учеников будет возможность зайти на эту страницу в интернете и начать делать упражнения, которые есть в учебнике на бумаге, также на компьютере. То есть соединять элементы, подписывать что-то, добавлять картинки и так далее. Вот это такой способ создания интерактивных материалов, рабочих листов. Ну и, конечно, когда у нас есть какие-то финальные контроли, их можно устраивать в виде квестов. На сайте learners.ru в частности такие игровые формы квестов или веб-квесты. Такие веб-сорев... В TeacherMate регистрироваться нужно, да, нужно регистрироваться. И там есть бесплатный и платный формат тоже. Ну, в бесплатном формате вполне там много функций, есть и соединение элементов, и добавление иллюстрации. Вполне функционал хороший в бесплатном формате. Что еще хотела? Да, я говорила о, конечно, веб-квестах, вот этих интернет, так сказать, викторинах, если говорить по-русски. То есть вы что-то прочитали с учениками, и затем они могут узнать что-то сами. И поэтому вы можете задать им ряд вопросов, связанных с поиском информации в интернете. например, по творчеству определенного поэта или писателя. И они находят информацию, кто быстрее нашел информацию, тот, соответственно, получает какую-то премию, выигрывает и так далее. Можно задавать трудные вопросы, чтобы им было не так просто их искать. Это можно делать также, конечно, в мессенджерах и в социальных сетях. Мы уже с вами немножко говорили о том, что письменные работы могут быть вовсе не индивидуальными, а совместными, коллективными. И мы также говорили о том, что неплохо посоздать литературное пространство вне занятий. То есть и дома, и везде, и в телефоне, чтобы у них были в WhatsApp, например, или в Телеграме, чтобы у них были свои ваши группы, в которых вы даете им такие небольшие задания, каждый день связанные тоже социально-литературным творчеством и с их точкой зрения, с их творчеством. Как раз первый пункт это работа с мессенджерами. Это сейчас называется микрообучение. То есть такие небольшие задания, которые даются ученикам каждый день для того, чтобы держать их в тонусе и сплотить эту группу, которая у вас есть. Если мы говорим о совместных работах, то можно использовать сервисы Storybird и Incloriter. Это сервисы, которые связаны с совместным написанием историй. То есть ученики туда заходят и они начинают вместе группой писать историю. Это может быть сочинение, эссе, причем будет понятно, кто что написал. Здесь немножко трудно, потому что точка зрения может быть немножко разная, но если мы говорим о том, чтобы заниматься именно творчеством на основе литературы, то есть писать свои собственные произведения, это можно делать совместно, если ученики этого сами хотят. Преимущество этих ресурсов заключается в том, что на них могут сходить несколько учеников одновременно, но еще в том, что туда можно добавить свои собственные либо картинки из шаблонов, которые есть на этих сайтах. То есть это получается такое иллюстрированное художественное произведение Лисы. Можно также создавать комиксы на основе прочитанного. Я знаю, что не все любят эту форму работы, тем не менее подростки любят. И поэтому мы здесь уступаем им очень часто. и также мы как бы превращаем персонажей литературных произведений в более актуальных живых людей. Если мы выберем несколько персонажей и скажем ученикам оформить написать диалог между этими персонажами в окошечках специальных для комиксов, то возможно им такое задание очень понравится, потому что и одновременно это задание будет связано с их размышлениями по теме, потому что они должны в этом случае будут продумать а каков персонаж, а что он может сказать, каким языком он может это сказать и о чем он говорит, а что ему другой персонаж может ответить. И это переработка того материала, в хорошем смысле переработка именно когнитивная деятельность, материала, который прочитал подросток. затем по организации дискуссий дискуссий мы можем организовывать просто на занятии, но нам часто нужно знать, как у нас ученик может дискутировать в письменном формате, в письменной форме. И это можно сделать просто в мессенджере, просто по мейлу, или в социальных сетях, а можно сделать с помощью специальных ресурсов, например, ресурс Киало, который позволяет организовать дискуссию дома. Вот вы прочитали произведение и задание даете выразить свое мнение каждому по поводу этого произведения, но не только выразить мнение, а еще ответить на мнение выражают одноклассников. И это очень удобно сделать, потому что, опять же, здесь идет литературное пространство вне класса, плюс выражение собственного мнения, и тут идет, конечно, красивый русский язык, и способность к анализу и так далее. Еще есть совершенно замечательная возможность создать анимированные диалоги между, к примеру, персонажами литературного произведения. Есть такой ресурс, который называется Talks, с буквой О, а не А. Вы просто выбираете фотографии или шаблоны для своих персонажей и вставляете эти фотографии, шаблоны в этот ресурс и пишете то, что эти персонажи могут сказать и пишете диалог между персонажами. Ну, вот это какой-то такой вариант комиксов, возможно, оптимизированный, потому что комиксы, формат комиксов не всегда подходит для классических произведений, естественно. Так, по поводу инфографики, да, инфографика, казалось бы, с первого взгляда кажется, совершенно бесполезной, потому что инфографика предполагает четкую организацию информации и такую вот сухость ее, то есть представление только фактов, каких-то процентов, графиков и так далее. Но это не всегда так, и даже если это так, это может быть интересно. Сейчас очень много уже готовой инфографики. Инфографика широко представлена на сайте ВЦИОМА, это Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения, особенно в разделе Общества, там есть инфографика и по истории, и по литературе, и по современным проблемам общества, особенно если вы читаете современные литературы и подростками. На сайте представлена инфографика, связанная в частности с биографиями известных людей, актеров, режиссеров, писателей и других сфер тоже людей. Это может понадобиться тоже для работы с литературой, естественно, потому что мы когда работаем с литературой, это не только литература, это историческая эпоха, и это персонажи этой эпохи, другие, которые, возможно, упоминаются в литературе или не упоминаются. Инфографика РИА Новости это уже анимированная интерактивная инфографика. Совершенно замечательная инфографика содержится на сайте, который называется История РФ, и здесь у нас инфографика по истории, и очень интересная инфографика, связанная со строительством разных зданий, в России, в разных регионах России. Зачем нужна инфографика? Дело в том, что инфографика организует очень хорошо то, что у нас есть в голове. Инфографику можно составлять нам самим и нашим ученикам по прочитанному материалу или перед тем, как материал читается, чтобы составить краткое резюме. Есть очень много шаблонов инфографики на сайте Кэльва, которые им очень многие пользуются, шаблоны бесплатные там, многие. Это самый простой, пожалуй, сайт для создания инфографики. И здесь важно, что у нас есть визуализация информации, то есть четко представлена информация плюс визуальная информация. То есть здесь мы можем видеть примеры инфографики, здесь у нас о жизни Антона Чехова особые приметы. Есть такие же у Пушкина, Лермонтова, по-моему. Это интересно, особенно когда мы знакомимся с биографией писателя, потому что в учебниках у нас часто представлена какая-то сухая биография, как будто это и не люди вовсе. То есть там родился тогда ты жил, тогда ты жил там-то и потом скончался. Это совершенно недопустимо, потому что, как я сказала, подростки ищут личность везде, они ищут личность в литературе, они ищут личность в авторах. И Чехов был очень интересным человеком, он был совершенно, как мы все знаем, живым человеком, со своими мыслями, со своими вот эти известные цитаты Чехова, которые очень интересны тоже обо всем. У него были привычки, конечно, и здесь это отражается, что ему нравилось, были у него домашние животные и так далее, что он ходил с тростью. Это все замечательно, совершенно интересно. Ну и инфографика актуальна, конечно. Много актуальной инфографики именно по сегодняшнему дню, это тоже можно приобщить к урокам литературы. Так, по поводу ментальных карт. Ну, ментальные карты мы все всегда составляем на уроках любых предметов. Ментальную карту по творчеству Сергея Есенина не очень хорошо видно, но здесь можно видеть, что есть информация о том, каким размером в основном писал Есенин, какой у него основной тип рифмы, каким прием литературный он использует. Это можно создавать от руки, это можно создавать также в специальных ресурсах для создания инфографики. Их очень много, вернее, ментальных карт, извините. Их очень много, и есть такой ресурс под названием cogle.it, и он очень-очень простой. Я просто его здесь привела, потому что это самый простой ресурс для создания ментальных карт. Ментальная карта это что такое? У нас есть центральное понятие, от которого отходит под понятие. Вот здесь мы можем видеть, что у нас нарисован Есенин, и мы говорим о его творчестве, и здесь какие-то характерные признаки творчества Есенина. Зачем нам это нужно? Это нужно, конечно, для организации информации и для преподавателей для того, чтобы это сохранилось в голове у учеников наших. И очень важно своей точки зрения научить их самих создавать такие ментальные карты для того, чтобы лучше им запомнить материал каким-то тестированием или контрольным работам. Кто-то запоминает материал лучше так, кто-то нет, поэтому здесь нужно давать выбор, опять же, мы здесь говорим об индивидуальной траектории. Что можно представлять таким образом? Различные темы, конечно, биографии тоже, исторические эпохи, организовывать дискуссии, потому что ментальные карты могут быть составлены на основе мозговых штурмов, мыслей у произведения. Перевернутое обучение тоже так можно организовывать. И перевернутое обучение очень мотивирует учеников, потому что как раз у них есть возможность выбора. Они дома изучают пример биографию определенного писателя или поэта, составляют такую ментальную карту, а потом уже приходят с конкретными вопросами, можно уже начинать обсуждать, читать и так далее. Можно давать не просто вот такие абстрактные задания, например, творчество Есенина, это очень абстрактно, а можно ведь и посмотреть, каким Есенин человеком был. И можно посмотреть, есть инфографика о Есенине, есть какие-то интересные данные о нем, и на основе это уже составлять ментальную карту. Ментальная карта нужна также для того, чтобы циклически повторять материал. То есть у нас есть, ну вот Есенин, такая вот огромная тема, Есенин у него очень много стихов, у него есть там такой размер, такой размер, тематика совершенно может быть разная. Поэтому мы сначала составляем небольшую ментальную карту, связанную с его творчеством, к примеру, а потом мы возвращаемся к тому, что у нас было, и добавляем новые, новые элементы. Поэтому ментальные карты хороши для начала, завершения, подачи материала или повторения. Теперь немножко о лентах времени. они до недавнего времени назывались timeline, но слава богу сейчас уже стало использоваться русское понятие ленты времени. Есть очень много ресурсов тоже по их созданию, вот в частности timegraphics.ru простой ресурс. Что это такое лента времени? Вот вы можете видеть, здесь представленная лента времени связана как раз с творчеством Гоголя. И здесь мы можем видеть, какие произведения здесь иллюстрации к произведениям, видимо, вчера находили близде Каньки, где когда он жил. И вот это как раз пример того, как может быть представлена биография известных людей, писателей в ленте времени. Так, конечно, лучше запоминаются даты, потому что у нас есть иллюстрации привлекательные, и это можно опять же делать от руки, но когда мы создаем интерактивный формат, в интернете, то у нас есть возможность добавлять большое количество дополнительных инфографик, из ментальной карты. Мы можем добавлять сторонние ресурсы, ссылки на все то, что мы найдем, и так же могут поступать наши ученики. И в этом заключается разница между созданными материалами от руки и в таком электронном формате. Здесь есть плюсы и минусы, безусловно, потому что если мы создаем, мы рисуем ленту времени от руки, то мы лучше запоминаем материал, а с другой стороны, у нас нет возможности добавить сторонние ссылки. Не только биографии известных людей, писателей можно так представлять. Естественно, динамика процесса, вход в события, это очень важно для развития литературной деятельности, потому что у нас литература в отрыве от истории не существует. И поэтому нам важно понять, как развивался литературный процесс в России. Для этого тоже можно использовать ленту времени, код процесса. Ну и также для пересказа краткого содержания, потому что мы можем даже в рамках одного литературного произведения тоже сделать такую ленту времени. Что происходит в течение определенного времени. Особенно, конечно, это удобно для тех романов, которые очень запутаны в отношении времени, в отношении персонажей. Есть такие романы, как мы знаем, например, Маркес, например, «Сто лет одиночества». Там вообще ничего не понятно, если не нарисовать схему этих персонажей и схему времени, в рамках которого все это протекает. Это, конечно, не школьная программа, но у нас тоже таких произведений предостаточно. Например, в «Преступление и наказание» тоже иногда сложно понять, если не создать какую-то схему, потому что именно когда происходит. Разные материалы. Что еще мы можем использовать? Многие используют виртуальные доски. JamBot – это доска Google, «Падли Телемеро». И преимущество данных досок заключается в том, что у нас наши ученики могут создавать свои индивидуальные проекты. Это, опять же, траектория индивидуальная, которую они контролируют и которую они могут оценить. Если мы пользуемся досками виртуальными, то туда можно добавлять все сторонние ссылки, можно записывать видео, аудио, писать тексты и так далее. Таким образом, тоже они могут участвовать в дискуссии, даже в рамках урока в письменном формате. Я повторю, дискуссия важна и в устном, и в письменном формате, потому что нам нужно знать, каким образом наши ученики выражают мнение, в том числе с точки зрения грамотности и с точки зрения богатства языка. пользуется ли ученик словами-связками, как он ими пользуется, верно, неверно и так далее. Мы можем дать ученикам задание создать лэпбук. К сожалению, русского названия для этого нет. Это что-то вроде стенгазеты, но такой стенгазеты, в которой открываются разные элементы. У нас есть створки, которые открываются, есть какие-то прорези, и такие лэпбуки хорошо создавать тоже для повторения темы исторические, исторические эпохи, в рамках которой было создано определенное произведение, или биография писателей, его творчество и так далее. Это можно, естественно, делать не онлайн. Здесь есть на этом сайте, который здесь привела вам Home School Share, есть шаблоны для лэпбуков, которые просто можно распечатать, дать, и они на этой основе будут делать лэпбуки. Теперь еще несколько ресурсов, просто дополнительных, которые могут нам пригодиться. Ресурс по созданию так называемых горячих точек. Что это такое? У нас есть, безусловно, иллюстрации к произведениям. И я уже сказала, что хорошо бы, чтобы к классическим произведениям было иллюстрации побольше, потому что у наших детей, у наших учеников сейчас клиповое мышление очень связанное с визуальным материалом, и они лучше вспоминают материалы, если у них есть иллюстрация. И поэтому хорошо бы иллюстрировать литературные произведения с помощью картинок, которые мы находим в интернете, и на этих картинках, в свою очередь, мы можем отмечать некоторые элементы, которые имеют какое-то название. И опять же, мы возвращаемся здесь к теме непонятных слов, архаизмов, которые связаны с бытом, который был раньше, в XIX веке, например. Ну, как мы знаем, это одежда, это еда, это вся вот эта тематика, которая связана с лошадьми, с тем, что там машин не было, и все вот это, извозчик, кучер, кто это вообще-то? И вот мы можем найти соответствующую иллюстрацию в интернете или несколькой, отметить эти точки, то есть, например, связанные с костюмом, который существовал раньше, и отметить их, да, и написать их название, вот отметить эти точки в этих ресурсах, да, связанные с явлениями быта, и написать их название. И когда студент будет наводить курсор на этот элемент, он будет видеть его название. для того, чтобы, извините, что-то у меня немножко тут некоторые опечатки с этими точечками получились в презентации, есть замечательный ресурс, который называется ThingLink, который служит для того, чтобы красиво оформить задания, домашние задания, может быть, или задания для класса. вы берете иллюстрацию определенную по тематике вашего урока, и вот в рамках этой иллюстрации, внутрь этой иллюстрации вы можете поместить разные сторонние ресурсы, связанные с тематикой урока. И таким образом вы собираете все упражнения, которые вы создали по данной теме, вместе. Ну, не знаю, лирика Пушкина, например, вы берете портрет Пушкина определенный, да, или что-то другое, и вы туда вот вставляете все ресурсы, которые вы нашли, видео, аудио, тексты, что-то еще, тесты, которые вы создали, все это вот, и это будет отображено на экране. Мы уже говорили о том, что иллюстративный материал очень важен, и сейчас многие наши коллеги прибегают к тактике коллажирования для занятий. То есть мы, если у нас не хватает иллюстрации, то мы можем создать коллаж, в частности, на сайте colleges.ru, и в этот коллаж поместить иллюстрации, найти и поместить иллюстрации, которые связаны с ходом вот сюжета, сюжетной линии в художественном произведении. Тогда нашим ученикам будет на что опереться, им будет интереснее тоже следить за сюжетом, и они потом будут легче вспоминать сюжет и пересказывать его. Коллаж может быть взят на основе предтекстовой работы и послетекстовой работы тоже. Collages.ru сегодня буквально открывала его. Сайт уже не работает, нет? Ну, любой другой сайт по созданию коллажей. Я просто буквально не знаю, сегодня вроде проверяла. Странно. Значит, их много очень. Просто нужно ввести в гугле создание коллажей, и вы найдете то, что вы хотите. Они очень простые, там есть шаблоны и просто вставляются картинки в шаблоны. Для того, чтобы внести игровой элемент в наше занятие, есть очень много ресурсов. Я уже, я очень многим из них пользуюсь. Можете, например, воспользоваться очень простым ресурсом под названием Will Decide. Есть много подобных ресурсов. Это колесо фортуны. То есть у нас есть барабан, который крутится и на... Да, с канва, да, конечно, можно делать коллажи, безусловно, он точно работает, он всегда будет работать. Колесо фортуны, да, которое состоит в том, что у нас есть барабан с секторами, на эти сектора можно наносить что угодно, например, имена наших учеников, и это интереснее, чем просто, когда преподаватель там говорит, вот отвечай, там, Смирнов. А если у нас крутится барабан и получается у нас сектор Смирнова, то он точно должен отвечать. Это интереснее. Есть какой-то элемент азарта здесь. Ну, конечно, можно наносить и все другие вещи, да, то есть, например, имена персонажей произведения, и вот выпадает какой-то персонаж, и вот ученики наши должны его характеризовать и рассказать о том, что с ним произошло в рамках произведения. А можно и по-другому пойти, а что, например, что с ним произошло и какой он, а вот каким он не является, этот персонаж, да, идти от обратного. И а что с ним никогда не произойдет. Вот это тоже, эту тактику очень любят тоже подростки, наоборот, все говорить, да, каким этот, какой у него, вот, этот персонаж, он такой, а он, какой он, каким он не является, да, и что с ним не произойдет, чего он не сделает на самом деле. Ну и естественно, эти, все тигры можно и применять для того, чтобы прогнозировать, что может произойти дальше в произведении. Интересно не только, кстати, прогнозировать, а еще смотреть, что, какое может быть начало произведения, давать конец произведения и пусть они думают, какое может быть начало произведения. И здесь можно воспользоваться как раз вот этими сайтами по коллективному созданию истории либо даже мессенджерами, если это короткий рассказ. И очень-очень интересно и очень полезно писать середину. Здесь мы как раз соединяем и творческий элемент, который необходим подросткам, и много всего, и аналитику, потому что нужно понять, что происходит сначала и что в конце, и написать, что может произойти в середине. Особенно это касается рассказов с развитым сюжетом, может быть, детективных рассказов. И здесь, конечно, еще язык важен, как наши ученики пишут, и как они могут имитировать стиль автора. Я часто даю упражнения, которые связаны с машинным переводом. Это связано особенно с переводными произведениями. Когда мы читаем переводные произведения, особенно если ученики знают язык, то есть, если это английский, чаще всего это английский, ну и другие языки, которые изучаются в школе, я даю кусочек из русского текста перевода и вставляю этот кусочек текста в Яндекс.Переводчик или Гугл.Переводчик. И, соответственно, он переводит таким не очень хорошим образом. И потом у них есть возможность сравнить это с оригиналом перевода, или просто можно сравнить русский перевод с оригиналом, а можно и машинный перевод сравнить с оригиналом. Это полезное упражнение, потому что это упражнение служит для того, чтобы подростки наши читали тексты на иностранных языках и одновременно осваивали этот язык. И учились искать ошибки в машинном переводе. Это полезно для освоения именно языка. И у меня немного осталось времени, потому что уже я должна заканчивать. Мне очень жаль, что у меня возникли такие проблемы со связью. Я надеюсь, что в последние 30 минут не было их очень много. Я даже как-то разнервничалась и чуть-чуть как-то отошла от того, что я хотела рассказать. Я еще, кстати, хотела сказать очень важную вещь. Дело в том, что я и мои коллеги, мы работаем за границей с детьми билингами, с подростками билингами. Это намного сложнее, на самом деле, чем работать с подростками из России, потому что у детей билингов отсутствует мотивация к изучению русского языка и к освоению русской культуры, потому что их среда нерусскоязычная. И с ними гораздо труднее работать в отношении мотивации, чем с монолингвами. Не всегда, но часто это бывает так. И в этом есть определенные особенности. Поэтому приходится нам так изворачиваться, чтобы мотивировать именно этих подростков. Это просто невероятно трудно. Я сказала о машинном переводе, в частности, потому что я веду курс для двух подростков из Германии, как раз билингов, по переводу русско-немецкому немецко-русскому. И на самом деле очень интересно так работать, потому что у нас идут две культуры, два языка, и мы все время основываемся на межкультурных коммуникациях, переводим те тексты, важные и для Германии, и для России. Литературные тексты, тексты, связанные научно-публицистически, с Россией, с Германией, рецепты, слоганы переводим. Это, конечно, такая очень интересная тема и контингент очень интересный, но мотивировать непросто. Теперь у меня вот такой вопрос к вам. Может быть, вы напишите, каким программами вы еще пользуетесь, и каким программами из упомянутых сегодня вы бы воспользовались. Просто в чате, мне было бы интересно узнать. Просто кратко. Да, Светлана пишет про Learning Apps. Да, я сегодня о нем немножко сказала, буквально в двух словах упомянула. Действительно, да, действительно, это очень хороший ресурс, но иногда мне не устраивает дизайн этого ресурса, значит, с точки зрения немножко устаревает, поэтому я предпочитаю, например, World Wall или Kahoot, но можно пользоваться без проблем. Тут кто-то пишет, что лента времени хорошая, можно воспользоваться. Мне кажется, что лента времени – это замечательный совершенно ресурс, и причем, если кто-то преподает языки, это тоже совершенно замечательно для изучения языков. Я тут хотела привести одну ссылочку, потому что, на самом деле, как вы поняли, в интернете уже много готового материала, и не всегда нужно все создавать. И поэтому я тут нашла, для того, чтобы мотивировать наших учеников, такую статью, которая называется «11 телеграм-каналов для любителей литературы». И мне кажется, для создания этого литературного пространства вне занятий полезно было бы в эту сторону тоже посмотреть, что у нас есть в телеграме, связанной с литературой для детей и подростков. И, кстати, в телеграме есть еще интересные очень вещи, связанные, например, с дневником Толстого. Вот каждый день публикуется что-то из дневника Толстого, Льва Николаевич. Или из Есенина и так далее. Вот эти вот такие рассылки, мини-рассылки, связанные с мессенджерами, они полезны очень для наших учеников. И еще есть другие ресурсы, которые были уже стоят, мы сегодня с вами уже видели, что есть инфографика, связанная с писателями, с русскими, а есть еще тесты, которые тоже могут быть очень интересными. Я вот нашла вчера буквально тест, который связан с поэзией Тютчева и Фета и как их различать. То есть тест на определение авторства, фрагмента произведения Тютчева и Фета. Как мы знаем, это очень распространенная проблема определения именно Тютчевета или Фета. Они очень путаются с Тютчев и Фет. Такие тесты хорошо поискать, похожие. Еще много очень тестов, там какой-то литературный персонаж. И это тоже, они такие, ну, сейчас не очень серьезные, но они помогают, потому что они вот именно превращают персонаж литературного в живых людей. На Культуре, да, вот Культура.ру отличный сайт. Там очень классный тест и очень много по литературе. История РФ я рекомендовала, да, и на Арзамасе. На сайте Арзамаса тоже есть отличные тесты по литературе, по культуре. И замечательные совершенно карточки, которые... Вот здесь пишут, что падлет используется в библиотеке. Да, да, падлет совершенно замечательное средство, потому что, как я уже сказала, оно позволяет выразить мнение подробно и создать как раз свою образовательную траекторию в таком видимом формате, используем визуализации. Я сейчас смотрю, слежу за вопросами. Да, по поводу скингазет, действительно, да, можно пользоваться вот этими виртуальными досками, а еще можно... Уже вот нужно на бумаге создать. У меня были тут предварительные вопросы, я на них сейчас отвлекусь. Ну, здесь такой был вопрос интересный. Все ли технологии хороши или есть такие, без которых лучше обойтись? Я об этом немножко говорила. Я бы сказала так. Я думаю, что ресурсы, во-первых, не перенасыщать, не слишком много, это очень важно. Смотреть на учеников, как они воспринимают. Не давать абсолютно на каждом уроке, потому что это отгораживает нас. Об этом я уже говорила. А еще важен комфорт. Комфорт преподавателя, который использует определенный ресурс, и комфорт учеников. Потому что если ученик наш чувствует, что мы как бы доставили себя использовать определенный ресурс, и у нас как-то получилось не очень, то это не очень хорошо. Поэтому мы должны чувствовать себя абсолютно комфортно и научиться пользоваться хорошо ресурсами. Было очень много вопросов, связанных с электронными книгами. Это не совсем новые технологии. Но тем не менее, я думаю, что электронные книги все-таки не нужно делать так, чтобы наши дети, наши ученики, подростки, дети читали только электронные книги. Потому что не всегда там есть качественные иллюстрации. Хотя можно, конечно, залезть в интернете и посмотреть. Иллюстрации важны, очень важны. И не знаю, я не знаю, то ли я человек старой формации, то ли что, но для меня важно ощущение бумаги. Еще для меня важно ощущение прочитанного. То есть, когда мы берем «Войну и мир» и мы прочитали 300 страниц, например, у нас эти 300 страниц в бумажной версии, они очень хорошо визуализуются. Мы чувствуем, что мы прочитали 300 страниц. И это нас мотивирует к дальнейшему чтению, мы гордимся собой. А с подростками это происходит еще более интенсивно. И мне кажется, что все-таки это важно. Важно, чтобы не все книги были заменены электронными. По поводу библиотек. Мне сложно здесь что-то сказать. Я никогда в библиотеке не работала. Что в библиотеке перегружено онлайн-форумами. Нужно ли живое общение? Я уже сказала, что живое общение нужно обязательно. И ни в коем случае не нужно перегружать новыми технологиями занятия. Это очень опасно в библиотеке, в школе, дома, везде. Ну и всегда ли новые технологии новые? Такой интересный философский вопрос был задан. Да нет, не всегда, как мы видим. Потому что я сегодня как раз пыталась рассказать о том, что и ментальную карту, и ленту времени, и инфографику можно создать от руки. И в этом, кстати, суть. Это вариативно. Можно и так, и так. И есть преимущество и того, и того формата. И мы можем пользоваться и тем, и другим, и третьим. Вот Юля говорит о том, что информация из электронных книг плохо усваивается. Я согласна с этим. Вот я лично, вот я как читатель, плохо усваиваю информацию из электронных источников. Мне даже, вот я даже распечатываю. Только не в электронную книгу использовать. Не все люди такие. Мне кажется, что люди разные. Ну, у меня маленький ребёнок, у меня не подросток. У меня 6,5 лет сыну Белинков, испанско-русский он. И я ему покупаю только бумажные книги. Не хочу его приучать к электронным с малолетства, чтобы он трогал бумагу, смотрел, как выглядит книга. Ещё в книге важно не само содержание, правильно? У нас есть и обложка, определённый образом оформленная, и информация о самой книге. Интересно, что такое тираж, какое издательство. Это тоже всё есть, конечно, в электронной версии, но не так красиво представлено, скажем так. Вот. И для подростков это не теряет актуальности, на самом деле. Потому что, особенно если подросткам 11-12 лет, у них этот переход к электронному ещё не до конца осуществлён. Хороший, если родители об этом позаботились. И он должен быть постепенным, конечно. Нельзя так, чтобы они детские книги читали все с иллюстрациями, красивые, в прекрасном совершенно бумажном формате, а потом оп, и у них всё электронно. Вот Светлана действительно замечает, что многие подростки любят книги старые, да, с особым книжным запахом. Сейчас вообще мода на ретро везде, мне кажется. И это прекрасно, если подростки любят такие книги, это очень хорошо. Сейчас даже многие книги для детей и подростков выпускаются так, как будто они... То есть это переиздание старых книг, во-первых, а во-вторых, ещё самооформление осуществляется так, как будто это старинная книга. Это хорошо очень, с моей точки зрения. Я покупаю все эти переиздания для детей, потому что должно быть разнообразие иллюстраций. Должны быть и современные иллюстрации, и иллюстрации старинные, те, которые были в 50-е, 60-е годы, потому что это наша история. Это интересно. Так, давайте я, наверное... Ага, здесь и появился вопрос. По поводу билингов, да? Какие игры используете, чтобы оживить занятия для подростков, билингов в онлайне? Здесь нужно разделить занятия, наверное, русским языком и занять литературой. Это разные совершенно сферы. Если мы говорим о русском языке, то я использую все те же самые методы, о которых мы говорили, только другие упражнения, другие типы упражнений, больше связанные с языком именно. На поиск синонимов и антонимов, например, связанные с грамматикой падежи. Это большая проблема для несбалансированных билингов, то есть билингов, которые не очень хорошо знают русский язык. Мы другие создаем совершенно, например, ленты времени, которые основаны на истории семьи, биографии известных россиян. Это очень актуально для билингов и так далее. Еще, конечно, активно используются кубики историй. В онлайн-формате они тоже присутствуют. Это кубики, которые бросаются, и на каждой грани присутствует картинка. И они создают истории на основе вот этих картинок. Ну, божество детей за настоящую книгу, да, безусловно. Мне кажется, что если вообще у детей спросить, то они будут защищать бумажные версии. Ну, я так надеюсь, во всяком случае. Так, тут... Ой, извините, у меня что-то с наушниками тут произошло. Они у меня вывалились. Спасибо большое за ссылку на иллюстрации. Давайте я включу тогда камеру. Я надеюсь, что не будет очень плохо со звуком. Пожалуйста, простите меня за мои проблемы. Мне было очень сложно это контролировать. Последний слайд мой связан с моим мейлом и с моим аккаунтом в Фейсбуке. Вы можете мне всегда писать. Данную презентацию можно скачать. Вы еще ее получите также от организаторов. Я тогда с вами прощаюсь, если больше вопросов нет. Да, вот по поводу покупки книг, это, конечно, большая проблема. Вы не представляете, как сложно покупать книги с заставкой за границу. Какие у нас сложности у родителей двуязычных детей с русским языком, которые живут за границей. Это просто кошмар. Большая часть зарплаты тратится на книги, могу сказать. Спасибо большое. Я тогда отключаюсь. Я какое-то время буду оставаться здесь и буду смотреть чат, если вдруг что-то появится, срочно какой-то вопрос. Я всегда отвечу. Очень рада. Спасибо за приглашение. До новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.